Реформы в Украине В этом созыве, а это уже 2,5 года, 12% женщин, это самое большое количество за всю историю независимости Украины, это женщины. В этом созыве было создано междуфракционное объединение равной возможности, в которое входит 70 депутатов с разных партий и фракций, которые занимаются политикой гендера. Мы объединились для того, чтобы принимать как законы, так и продвигать к исполнительной власти вопросы равных прав и возможностей. Впервые в истории Украины, благодаря нашим усилиям, был назначен уполномоченный с равных прав и возможностей. Были приняты законы о политическом участии женщин по квотам, был принят закон об образовании, в который внесены в компетенции учащихся обязательное знание равных прав и возможностей. При депутатской этой группе работает 230 общественных организаций Украины, которые занимаются вопросами равных прав и возможностей. И именно общественная организация, Евгения Луценко такая, обратила внимание на альтернативном отчете Седама, что в Украине существует эта проблема запрещенных профессий. Что было сделано за полгода? Это было в декабре. Начиная с января мы активно начали, как депутаты и депутатки, непосредственную работу с исполнительной властью. Дело в том, что в законодательстве Украины нет прямой нормы, которая запрещает профессии для женщин. И Конституция, и Трудовой кодекс, и закон о равных правах и возможностях, которые существуют в Украине, принят в 2005 году, они гарантируют в Украине равные права, в том числе и трудовые, для мужчин и женщин. Но, к сожалению, есть подзаконный акт. Это приказ Министерства здравоохранения от 1993 года, в котором есть перечень тяжелых работ с вредными и небезопасными условиями труда, в которых запрещается использование женского труда. Их 450. Но самое интересное, среди тяжелых работ, которые касаются шахты, металлургии и так далее, есть вещи, которые совершенно уникальны. Запрещена работа женщин в фармацевтической промышленности. Вы же все прекрасно знаете, что фармацевтика – это женская работа. Запрещена работа продавцов в ночное время. Вопрос, а кто сидит в супермаркетах в ночное время? Это женщины. Запрещена, например, профессия водителя автобуса, поезда метро. И когда я задавала вопрос, а почему именно поезд метро запрещен, женщина, почему запрещено ей водить? Ответ был уникален, потому что женщина, она как бы не такая внимательная, как мужчина. Мотивация этих запретов, они, конечно, являются якобы защитой здоровья женщин, но дело в том, что в самом деле это все-таки стереотипы. Так как мы не можем влиять через закон на сегодняшний день, потому что нет прямого закона, мы стали активно вести публичную дискуссию с исполнительной властью, с министерствами здравоохранения, министерствами социальной политики. Кроме этого, благодаря нашим донорам у нас в Украине мы провели акцию «Ныжиночья справа», «Not as a woman's job», когда попросили молодых художников изобразить, как они видят запрещенные профессии. Я вот кому интересно покажу. Это очень стильное, очень интересное. И эту выставку в парламенте у нас открывала «Мавлен Обрат». И мы ее возим по Украине и рассказываем об этой проблеме, потому что ведь женщины, многие не знают о том, что они работают в сельском хозяйстве, а по закону это запрещено им в сельском хозяйстве работать, потому что они не могут работать в садоводчестве, они не могут снимать яблоки с дерева. И этот перечень, он есть из 450 запрещенных профессий. На сегодняшний день ситуация следующая. Буквально в самолете я получила, уже летя в Варшаву, что последнее министерство, которое, как бы, потому что этот приказ, чтобы его отменить, надо, чтобы согласовали все министерства. Министерство социальной политики подписало. И я надеюсь, что до конца месяца, может быть, следующего этот приказ будет отменен в Украине. И мы покончим с этим. Полгода активной работы публичной дало возможность дойти до какого-то логического конца. Поэтому я думаю, что все возможно, если этим только напрямую заниматься.